Вот тут поднимается вопрос о так называемой ногоизации, что якобы это не совсем этично, да? Вот если бы я, меня эфиоп назвал бы, эй, хргыз, ты на самом деле эфиоп? С одной стороны, да, это не этично, так как я хргыз вообще-то, да? Но гораздо важнее, что в себе это несет, да? Чего хочет тот эфиоп, говоря, ты эфиоп, да? Да, я не буду так брезговать этим эфиопом, и я на это посмотрю так, что человек хочет со мной некого родства, он хочет со мной близости, он хочет поделиться со мной своим вот этим эфиоп, да? Он говорит, что это не совсем этническое, да? Вот это эфиоп что-то несет в себе другое, и он из лучших благих намерений пытается этим поделиться, да? И также вот эта вот нагаизация, так называемая, да? Я не знаю, почему казахи так резко реагируют на это негативно и паникуют Я выше уже говорил о том, что казах и нагаец в их дискуссии, казах, он большой У казаха очень много преимуществ Он на такой высоте перед нагайцем стоит, а нагаец он маленький, да? И имея вот это преимущество, казах ведет себя будто бы он маленький Он паникует, ему якобы страшно, он хочет все удалить, он хочет замкнуться в себе, он хочет просто уйти, да? Когда, как мне кажется, с высоты казаха, как раз таки казах должен что-то иметь некую пассионарность И иметь какие-то проекты И он должен, наоборот, всех будить и что-то говорить Но почему-то исходит что-то от маленького, большому А большой просто не замечает, не хочет слушать Проявляет надменность, проявляет брезгливость Либо что-то в этом роде, да? Я не знаю еще, как это объяснить, но я же говорил про задор, да? На самом деле, я думал, вот эта дискуссия будет по другому сценарию Когда казах отнесется к этому с юмором И скажет нагайцу, который его называет нагаем Наоборот, отреагирует с добротой, да? Скажет, опа-на, базару нет, я нагайц Нагайцы, вы братья Я нагайц? Хорошо, без проблем Дело не в этом, ведь Дело не во всех этих источниках, даже текстах Дело не в том, чтобы кто-то менял паспорт Вы казахи, вы казахи Вы ими и останетесь, да? Не нужно паниковать, не нужно бояться, да? Нагайцы хотят союза, хотят братства, да? Пусть пока на уровне таком не очень серьезном Но в этом я вижу только позитив, да? Нагайцбек, допустим, говорит, что Манас это нагайц Вот у меня ни на секунду это не вызвало никакой паники, да? Я настолько спокоен, не знаю почему У меня нет никакой паники, да? Нагайц, пожалуйста, нагайц, дело не в этом Если он хрыз, он будет хрызом Если он нагайц, то если это действительно так правда То уж лучше будет он нагайцем Правда, гораздо важнее, да? Но это все вторичное Дело в том, что первичная здесь цель Именно в уважении друг друга Нагайцу видно, что ему плохо Он сигналит своим братьям И вот эти ближайшие братья Нет бы помочь, нет бы поддержать Наоборот, человека в трудной беде Наоборот, его хуже еще давят Вот душу целого народа взяли просто Напополам разрезали, уничтожили, плюнули туда И вот он стоит такой оскорбленный Униженный С затаившимся вопросом И ему эти братья еще хуже его давят, да? Вот я вот так это вижу Вот это как вижу, да? Вот у меня, вот мое кыргыз То, что я ношу вот это вот кыргыз с собой, да? Оно настолько непоколебимо Даже пусть три канала, пять каналов Что-то будут говорить про кыргызов Для меня это настолько непоколебимо И у меня это не будет вызывать паники Но казахи ведут себя так Будто бы их казах настолько хрупкая Настолько слабая Что какой-то маленький каналчик на ютубе Заставил Ну вот поднял такой шум и панику И они сами этим лишь доказывают Это если чисто из психологии брать Что у них есть комплекс Что они сами глубоко понимают Что вот это вот казах Это очень хрупкая Это очень неустойчивая И может просто какой-то каналчик взять И навести им шуму, да? Вообще, по идее, шум должен исходить из казахов Они должны быть самые шумные Они из всех дыр должны выходить И со своими разными предложениями, да? Но шум идет от нагайцев От казахов тишина Лишь бы отвертеться Лишь бы замкнуться в себе Тут я немного встану на сторону казахов Как жертв определенной пропаганды Почему они так держатся за это казах? Потому что за последние десятилетия Независимости Казахстана Партия Нуратан Она, вот это вот казах Очень много, очень много обещающий проект сделали, да? Вот это вот 2050 год и прочее Казах все так громко, шумно, да? И казахи настолько восхитились Вот этим казах новым Не старым казах, а вот новым казах Это несет в себе столько много обещаний Столько достижений Что они уже боятся Стали бояться от этого отходить Они даже не могут представить что-то другое, да? И вот это казах оказалось очень многообещающим, да? Но я думаю, что это всего лишь жертвы пропаганды Не нужно так сильно держаться за это казах Да даже за хрыз и за нагаец, да? Нужно спокойнее к этому относиться, да? Это всего лишь этническое, да? Не нужно из этого делать политику, да? Политика для нас всех одна Единая, нейтральная, другое Это ни казах, ни нагай, ни хрыз, да? Просто я так понял, то что вот общаясь с разными людьми Все же основной массе вот просто сказать Мы братья, мы должны быть вместе Это значит ничего не сказать, да? Для них это пустой звук, да? Просто, ну да, конечно, мы братья, окей, да? И все, да? То есть людям все же нужно объяснять Прямо вот вплоть до выгоды, да? Прямо вот материальные выгоды Прямо вот на практике какие выгоды, да? И вот нагайский фактор в усилении Как я вижу, выгоду для ненагаев, да? Допустим, Кыргыз или Казах Вот есть разные регионы, да? Центральная Азия, Кавказ, Урал, Сибирь и так далее И вот в каждом регионе есть тюрки И у них в разной степени есть определенные силы Политические, экономические, культурные и прочие Вот этот регион Кавказ Он очень важен вообще для всего тюркского мира на самом деле И тюркам нужно хорошее лобби в Кавказе Чтобы тюрков лоббировал кто-то Именно на Кавказе Но Чтобы Его лоббировать, кто претендует, да? Допустим, Карачай, да? Но вот это вот Карачай Это больше локальное что-то свое, да? Это не может быть что-то вот объединяющее, да? Им дали что-то там свое какое-то образование Ну, они довольны и все на этом, да? Их уже аппетит уже утолен, да? Кумыки, не знаю про них еще, да? Но на Гае Они претендуют из всех тюрков Кавказа На Некое лоббирование всего Кавказа, да? От тюрков Поэтому любой тюрк, мне кажется, должен быть заинтересован Чтобы на Кавказе был сильный именно Нарай Потому что это отличный лоббист тюрков в Кавказе Да, конечно Я сам вот для этого и сижу в чате Чтобы самому делиться какими-то мыслеформами И самому черпать тоже интересные мысли Здесь много очень интересных мнений Людей Просто вот, да, насчет вот этого объяснения Я просто говорю же Людям вот прям нужно вот так объяснять, да? Потому что потеряем Кавказ Это очень важный стратегический как бы регион Для вообще, для тюрков, да? Допустим, возьмем Урал Там какие-нибудь, не знаю, небашкиры будут главенствовать, да? Это боль для всех тюрков, да? Кавказ, если мы потеряем, допустим Там будут рулить, скажем, ну, не знаю Аварцы, лесгины, даргины То уже вот этот тюркский фактор уже ослабевает, да? Уже другой тюрок Уже его вот этот тюрк уже как бы слабее звучит, да? Поэтому каждый тюрок, чтобы его вот этот тюрк сильно звучало Неважно, где он, в Кыргызстане, в Казахстане, в Узбекистане Нужно каждый регион поддерживать Чтобы именно тюрки там главенствовали Поэтому вот так, через это, я думаю, легче объяснить казаху и кыргызу Чтобы кидали поддержку Нагаям, да? Чтобы не аварцы там громче всех звучали А именно Нагаи И через звук, через голос Нагаев Это прибавляется сила вообще всем тюркам, да?